Приветствую вас дорогие подписчики и зрители канала Let's Heart Games, с вами Бабкин и это серия обучения за дефстроука. Давайте сразу перейдем к спешл атакам. Первая спешл атака это быстрая стрельба вниз вперед икс. Делается на 2 хита 6% с энергией 16% и достаточно быстро пули достают нашего соперника. А также можно применить этот спешл в воздухе. Делается он опять же так же само, вниз вперед икс, ну и естественно только в воздухе. Опять же можно даже допустим стрелять так, чтобы попадать противнику в голову, то есть вы будете попадать и когда он в воздухе и когда он стоит. Ну естественно если он присядет, мы уже не попадем и энергию в воздухе нельзя применять. Следующий скилл это низкая стрельба. Собственно это тот же самый спешл, но только стреляем уже понизу. Делается назад вниз икс. Опять же 6% и с энергией меньше. 11% вместо 16%. Опять же в принципе хороший скилл. Следующий спешл это пулемет. Делается он вниз вперед икс. Бьет на 14% с энергией 17%. В принципе тоже неплохой projectile. Юзать желательно только или где-то в средине комбо или же на дальней дистанции. Так как очень медленно он его достает, в отличии от пистолетов. Можете даже вот сравнить. Следующий спешл это стрельба из пулемета вверх. Грубо говоря это антиэйр. Делается он вниз-назад игрек. Хочу подметить, что если же противник достаточно высокий или большой, как Думсдей, мы можем конечно же и вблизи применить. Но это не на всех персонажей. Опять 14% с энергией 17%. Следующий спешл это вращение меча. Делается оно вниз-назад A. Бьет на 9%. С энергией на 13%. Также есть нижний удар этого скилла. Делается он вниз-назад A. Юзаем энергию и сразу же нажимаем вниз. Делается это очень все быстро. И выходит все-таки 2 удара 9% и заканчивается спешл на нижнем ударе. Следующий спешл это подбрасывание меча. Вниз-вперед A. Делается без энергии. И давайте поговорим о коронном приеме Девстроука. Называется прием усиленные рефлексы. Юзается как у обыкновенного, как у всех остальных чаров на B. И что он делает? Когда мы его юзаем, наша стрельба полностью пробивает блок. Но после того, как эффект проходит, мы в противника полностью не попадаем. Поэтому я считаю, что юзать нужно, ну, в крайнем случае, когда просто нужно добить противника или конкретно сбивать ему какие-то способности. И, собственно, когда эффект проходит, я думаю, полностью нужно сближаться с противником и пытаться какой-то провести джагл. И давайте перейдем к джаглам. Грубо говоря, они строятся с двух комбинаций. Первая наносит меньше урона, вторая больше. Но первая безопасная, вторая часто срывается. И разберем, давайте, первую комбинацию. Делается она следующим образом. A, Y, A, X, вниз, вперед, X. То есть примерно что-то вот такого. Наносит 20%, если с джампанчем 25%. Следующая комбинация, которая небезопасная и часто срывается, делается следующим образом. Как и в прошлой комбинации, A, Y, A начинается. Тут мы видим, когда только-только Deathstroke становится на ноги после A, Y, A. Мы тут же сразу жмем вперед плюс, Y, A, вниз, вперед, A. То есть, ловим, видите, на... В общем, вот так вот мы его ловим. И на этом моменте как раз все срывается. То есть, видите, вот так вот может произойти. Или там... Вот так вот, допустим. То есть вы понимаете, что тут нужно выработать определенный тайминг. То есть и наблюдать, грубо говоря, я не знаю, зачем вы будете наблюдать, но я наблюдаю за ногами. Как только Deathstroke становится на ноги после A, Y, A, тут же сразу нужно нажимать вперед, Y, A, и вниз, вперед, A. Вот так, собственно, видите. И, собственно, теперь будем говорить о полноценных джагглах и как они делаются. И давайте рассмотрим первый джаггл. Делается он на 29%. Начинается он желательно с джампанча Y. Потом назад плюс X, вверх плюс Y. То есть следующим образом вот так вот выходит. Когда противник подлетаем, ловим его на апперкот. После этого, как он подлетел после апперкота, мы его ловим опять же на джампанч Y. И после этого ловим на A, Y, A, X, вниз, вперед, X. То есть первая комбинация, которая безопасная. И, собственно, показываю все вместе. Плюс этого джаггла, то, что он не использует энергию, выбивает, грубо говоря, 30%. И первая атака, она идет нижняя. Что, в принципе, хорошо. Следующий джаггл делается на 33%, опять же, не юзаем энергию. Делается он следующим образом. Джампанч Y, X, A, Y. Тут противник опять подлетает, но уже крутится. Тут самое главное, чтобы не сорвать джаггл, нужно попасть по его ногам. Видите? То есть если вы будете делать джампанч, и ваши ноги не ударятся в соперника, ноги, тогда вы сорвете джаггл. В общем, делаем X, Y, точнее, X, A, Y. После этого еще раз джампанч. После того, как мы сделали джампанч, обыкновенно опять же ловим на первую комбинацию. A, Y, A, X, вниз, вперед, X. Выходит 33%. Также можно выполнить этот же джаггл на 37%, если применить вторую комбинацию, которую я вам показывал. И давайте рассмотрим следующий джаггл. Делается он на 44% или же на 47%, в зависимости, какую вы комбинацию выберете, первую или вторую. Рассмотрим первую комбинацию, как оно делается. Джампанч, Y, конечно же, потом X, Y, назад, назад, R2 или RT. Тут ловим противника на джампанч A. То есть мы его бьем об стенку, ловим на A. И потом на первую комбинацию, то есть A, Y, A, X, вниз, вперед, X. И выходит 44%. И если применить вторую комбинацию в конце джаггла, выйдет 47%. Также есть два джаггла на 33-36%, начиная с назад A. То есть, грубо говоря, мы забираем всю комбинацию с прошлого джаггла, но не используем при этом энергию. То есть, если же мы делаем первую комбинацию, то есть A, Y, A, X, вниз, вперед, X, выходит 33%. Если же мы делаем A, Y, A, вперед, плюс Y, A, вниз, вперед, A, выходит 36%. Опять же, мы тут ловим на A, то есть джампанч A. И продолжаем комбинацию. И давайте рассмотрим X-Ray. X-Ray, собственно, делается, по-моему, на всю карту, если я не ошибаюсь. Да. Самый большой X-Ray, который я нашел, это 44%. Делается он следующим образом. Джампанч. X, Y и X-Ray. После Y максимально быстро нажмите X-Ray, потому что может просто Deathstroke затупить, не понять команду, и тогда вы просто не сделаете X-Ray, или противник просто заблочит его в итоге. Ну, собственно, на этом все, спасибо за просмотр, с вами был Бабкин, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через ссылочку в описании, пишите свои комментарии, и не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok